Ребята, привет! Я предлагаю немножко разобраться с нареканиями и с комментариями по поводу смещения элементов в зероблоке при приключении и редактировании в разных разрешениях. Вообще, здесь есть нюанс, и он чисто такой, что как работает сам редактор. Давайте я вам расскажу, и мы проведем голосование, стоит ли нам менять в какую-то другую сторону, у нас есть решение, или нет. Нет. Смотрите, из-за чего получается баг, когда вот на ваших скриншотах вы показываете, что на каком-то разрешении все элементы собрались в кучу. Смотрите, что происходит, как работает. Для этого нужно понять, как, в принципе, работает наследование разрешений. Смотрите, проэмулирую вот ваш баг. Ну, или это не баг, а фичи. Вот. Как он возникает? У меня есть элемент. Например, вот такой текст. Я беру, переключаюсь на разрешение. Отлично от десктопа. И, смотрите, у него сейчас координаты не заданы. То есть, стоят координаты сереньким. Это значит, что он будет наследовать координаты с десктопа. Вот я немножко передвинул, обратно переключился, он передвинулся здесь. Если я на этом разрешении, я беру и задаю координаты, например, увожу его вот, ну, сюда куда-нибудь, да? Вот. Я задал ему координаты. Здесь стоят сейчас 10 и 300 пикселей. Возвращаюсь на десктоп. Теперь смотрите, что происходит. Я беру на десктопе и копирую, то есть я сейчас нажимаю Ctrl-C, Ctrl-V. Копия, паста. И у меня элемент сдвинулся. Соответственно, у меня, что, как отработала программа? Она взяла координаты на десктопе и сместила этот элемент, по-моему, если не ошибаюсь, на 20 пикселей. Вот. Что было здесь? Здесь то же самое произошло. Были координаты одни, и они сместились на 20 пикселей. То есть, редактор взял координаты, все координаты этого элемента, и продублировал их для того, чтобы элемент не сливался в одну точку, то координаты были смещены на 20 пикселей. Соответственно, эффект какой возникает? Я продублировал. Дальше я двигаю этот элемент, что-то с ним делаю, настраиваю дизайн. Вот. Возвращаюсь вот в это разрешение, и они, и здесь я вижу, что те настройки не применились. Не применились они потому, что у этого элемента на этом разрешении были свои координаты. Вот. Смотрите, вот в этом разрешении координаты те же самые, что и на десктопе. А в этом они остались те, которые были у того, ну, изначально. Вот. Соответственно, здесь и возникает недопонимание, и кажется, что как будто это баг, а на самом деле здесь бага нет, просто он есть, ну, у элемента просто в зероблоке и вообще в вебе есть заданные координаты, или бы наследованные координаты HTML ведет себя ровно таким же образом. Соответственно, что мы можем здесь сделать? Мы можем оставить как есть, и я бы, наверное, так и поступил. Вот. Либо вы можете проголосовать и сказать о том, что нет, давайте мы поменяем. Есть здесь решение такое, что в момент копирования элемента, вот, например, я беру и делаю Ctrl-C и Ctrl-V, то в момент копирования зероблок будет копировать только в десктопном разрешении. А все, что вот здесь вот, в других мобильных разрешениях, он будет эти координаты удалять. То есть он не будет их копировать, а будет их удалять. Тогда такого поведения не будет. То есть в данном случае все как бы с нуля будет. Вот. Здесь вы передвинете элемент, настроите его, на десктопе он будет, ну, как бы, наследовать. Если бы, то есть произойдет что? Удаление координата. Вот я сейчас возьму, удалю координаты, и все. Вот он мне принимает те координаты, которые есть на десктопе. С одной стороны, это удобно, вот. Но с другой стороны, я думаю, что тоже есть какие-то случаи, когда вы, например, дублируете именно элемент, и вы не хотите, ну, как бы, он у вас настроен уже на всех разных разрешениях. Вы дублируете его, и вам нужно меньше действий делать. Если у вас есть желание, вы можете как-то обсудить, либо проголосовать. Если нет, то мы просто, в принципе, оставим как есть. А для тех, кто, ну, у кого есть вопросы, кто думает, что это баг, тот поймет, что это не баг, а фича. Спасибо.